Всем привет! Меня зовут Миша и я всегда мечтал работать в хоккее. Но профессий вокруг и внутри этого вида спорта так много, почему бы не попробовать их все? От танцевальной группы поддержки до главного тренера команды. И сегодня я буду пробовать себя в роли врача молодежной хоккейной команды Кузнецкие Медведи. Давайте вместе с вами посмотрим, насколько это сложно. И кстати, мама, я в хоккее. Ну вот мы и на арене Кузнецких Металлургов. Я уже получил специальную форму врача. Белых халатов в хоккее нету. Сейчас идет раскатка команды Кузнецкие Медведи. Сегодня им предстоит матч против команды Ладья. Ну а мы отправляемся познавать профессию. Вот мы и на месте. Рабочие моменты. Сейчас все будет. Здравствуйте. Здравствуйте. Знакомьтесь, это Дмитрий Александрович Чурбаков, врач хоккейной команды Кузнецкие Медведи. Здравствуйте. Здравствуйте. Сразу первый вопрос. В чем отличие спортивного врача от обычного? Хороший вопрос. Разница между спортивным и обычным врачом в том, что обычный врач работает в кабинете, а здесь приходится работать иногда и на льду. Что самое сложное в профессии хоккейный врач? Нет понятия. Легко, сложно. Все серьезно и все ответственно. Давайте начнем. Я так понимаю, что это одна из самых важных вещей для спортивного врача? Конечно, после головы, да. Что я должен знать, чтобы помочь хоккеистам в случае травмы? Это охлаждающий спрей при травмах, который применяется. Охлаждает он что? Охлаждает он место, по которому прилетела шайба или уж пришелся удар соперника. Здесь тонометр. Это для старушек? Это для молодушек. Это для игроков. Здесь лекарства необходимые. Чем чаще всего болеют хоккеисты? Как все люди, простудами. То есть чихают, кашляют? Да. И держатся за ушибленные места. А я могу этот спрей попробовать на себе? Конечно. Что, не почувствовал холода? Нет, нет. А вот теперь почувствовал. Ау, ау-яу-яу. Было больно. Стоил новый доктор команды «Кузнецкие медведи». Прошу любить и жаловать. Все жалобы к нему. Ко мне сегодня не обращаемся. Я новый врач команды. Как себя чувствуете? Пойдет. Ничего не болит? Ну так немного. А в глаза посмотрите? Нормально. Все хорошо. Но я новый врач команды. Жалобы на здоровье? Да, есть. Какая? Ну вот у меня рука болит. Где показываете? Вот здесь. Кисть болит. Кисть болит. Дмитрий Александрович, можно заморозку, пожалуйста? Это подойдет? Или хитрость воспаливать. Или хитрость. Это надо вычислить. Ну ладно. Будем считать, что хитрость. У вас есть жалобы? Да ну нет. Такому доктору нельзя жаловаться. Вот это правильный подход. Строгий врач – это залог здоровья команды. Так, ну все вроде я так посмотрел. Живы-здоровы. Давайте, наверное, перейдем к практике. Я буду изображать страдающего хоккеиста, который получил травму. И посмотрим, я посмотрю на ваши действия. Давайте. А, Дмитрий Александрович, плечо. Поход тройной перелом. Так, не больно? Больно. Вот так? Тоже больно. Ну тут не ври, целое все. Вот здесь болезненность? Не, не, опять этой штукой не надо. Больно. Не болит. Вот так давим. Все. Давим пять минут вот так. Пять минут. Сейчас выйду, забью. Также хоккеисты во время игры часто получают рассечение. И у меня вопрос, когда вы меня будете учить зашивать раны? Мы сейчас практически отошли от шитья иголками и нитками. Сейчас в основном клеем. То есть есть специальные стрипы, которые сводят края раны. И нет необходимости в шитье как таковом. А мы можем посмотреть, как выглядит этот инструмент? Ну, конечно. Конечно. Вот они. Лучше вытепить, как вы видели. На самом деле не так страшно, как иголка с ниткой. Нет, конечно. В принципе, я всех вылечил. Никаких жалоб нет и нареканий. Работаем дальше. Ну и самый ответственный момент. Начинается матч, на котором мне придется полностью отработать в роли врача хоккейной команды. Аммиак раствора наружного применения. А для чего вообще хоккеисты нюхают вот это? За того, чтобы взбодриться. Чтоб не уснуть на льду. Бодрит? Бодрило? Да. Нормально так. Не, бодрит. Нормально все. Значит, работает. Значит, правда. Как оказалось, во время хоккея не только играли. игроки подвергаются опасности, но и сам врач, который стоит и наблюдает за процессом. Буквально в предыдущем матче кузнецкие медведи-сарматы, врач команды-сарматы, получил травму. Поэтому надо быть аккуратнее, когда стоишь около бортика. Будем аккуратными. Со стороны травмы кажутся очень серьезными, но игроки стойко выносят все удары. И в прямом, и в переносном смысле. Случилось так, что я стою здесь, а не на скамейке команды «Кузнецкие медведи». Дело в том, что команда после первого периода вела в счете, но во втором растеряла свое преимущество. На момент третьего периода команда уступает в две шайбы. И чтобы не гневать хоккейных богов, я решил уйти со скамейки. И ох уж эти хоккейные суеверия. Дмитрий Александрович, матч закончился. Среди наших травмированных нет. К сожалению, мы уступили, но это был отличный опыт для меня. Окунуться в эту профессию. Спасибо вам огромное. Верьте в нашу команду. Мы все равно станем чемпионами. Рано или поздно. Ну вот вы и увидели, как мне самую малость удалось погрузиться в профессию хоккейный врач. Конечно, надо было отучиться 7 лет, закончить специальные курсы, получить сертификат. Впереди нас ждет много других интересных хоккейных профессий. Ну а пока у меня для вас конкурс. В комментариях к этому выпуску придумайте такую отговорку, чтобы врач вас точно отпустил с тренировки. Ну, там спина кружится или глаз выпадает. Чем там хоккеисты болеют. Самый веселый или креативный комментарий получит фирменную бейсболку команды Кузнецкие Медведи. Ну или я по вам по знакомству могу сделать справочку в бассейн. Пишите свои комментарии. И да, мама, я в хоккее.